Сынам и Святаго Духа! С праздником, с престольным днём, дорогие отцы, братья и сёстры! Из сказания о прославлении чудотворного образа «Избавительница» хочется остановиться на одном небольшом эпизоде. Из множества чудес, которые явила Матерь Божия через свою икону, сохранилось немного описываемых во всех подробностях случаев чудесной помощи Царицы Небесной. Ну и то, что сохранилось для нас, весьма может быть назидательно и полезно. Вспоминаются случаи, когда икона находилась уже вне Афона и в одной местности, там, где было нашествие большой саранчи. И люди были в большом ужасе. Ведь это не то, что в наше время, когда какие-то насекомые появляются, вредящие людям, и можно с помощью самолётов или другой воздушной техники оперативно на них сброс, сбрызнуть ядохимикаты и так далее, и победить вредителей. В то время, если приходила саранча, она всё уничтожала на своём пути, а люди оставались без урожая, и тем самым были обречены искать себе пропитание иным образом. И образ саранчи в Библии встречается как образ невероятно большой беды и скорби, которая постигает людей. В Апокалипсисе мы встречаем упоминание о том, что в последние времена тоже будет нашествие саранчи, но которое по виду своему будет необычно. Она будет как бы панцирем закрыта, как бы какими-то воинскими доспехами. И вот это войско будет шествовать по земле и уничтожать всё на своём пути. Это символ тех бедствий, которые придут на человечество и всех живущих на земле в последнее время. Итак, вернёмся к случаю с монахом Мартиньяном, который, видя вот это бедствие, у которого была эта икона, он призвал людей к тому, чтобы совместно совершить молитву. Люди начали молиться, и удивительное дело саранча исчезло действием божественного промысла. Так мы видим из этого примера, что насколько бы не было ужасно спорь и какие-то неприятности, постигающие людей, через молитву к Матери Божьей люди получают исцеление. И в этом примере мы видим, что люди были при бедствии большой растерянности, скорби. Они не знали, что делать, и забыли о том, что есть такая великая предстательница и ходатайца за весь род человеческий. И в наших повседневных труднях мы часто погружаемся в заботы, в скорби, в переживания. И молитва у нас порой в начале дня бывает, и в конце дня, когда уже завершается все. А в течение дня забываем о нашей великой ходатайце и заступнице. Поэтому и установили святые отцы как можно чаще призывать Матери Божьей в кратких молитвах, или творить Иисусову молитву. Об этом говорил и преподобный Серафим Саровский, давая своим духовным чатам краткое молитвенное правило. Об этом содержится упоминание и в тексте книжечки Акафиста со ссылкой на то, что афонские подвижники давали правило каждый час произносить молитву Богородице, Дева, радуйся. А утром, вечером трижды совершать эту молитву или воли земными поклонами. Все это дается нам напоминание о том, что молитва должна сопровождать нашу жизнь, освящать ее. Не только когда нам трудно обращаемся к Богу, но молитва прежде всего у нас должна быть словословная, благодарственная к Богу, а потом уже просительная. И обратим на это внимание, чтобы у нас было так, как правильно, так, как нужно, как угодно Богу, чтобы наше общение с Богом, с Его предчистой Матерью не переходило на уровень такого потребительского отношения. Нам нужно, нам подай Господи, нам нужно, Пресвятая Богородица, спаси и защити. Пусть наше будет общение повседневное в любви, как дети общаются с родителями своими, просто, безыскусно, непринужденно, не ища какой-то выгоды для себя в этом. Пресвятая Богородица, помогай нам один. И спала эти деспота, Владыка.